На Стефановской площади Сыктывкара вновь заработали часы, которые отсчитывают дни до начала чемпионата мира по бензе. Международный спортивный праздник, который примет наша республика, пройдет уже этой весной. А сегодня хоккеисты сборной провели первую тренировку на нашем льду. О том, как ждут события мирового уровня в столице Коми, расскажет Евгений Стокас. Снова побежали эти часы, снова мы с нетерпением ждем у себя чемпионат мира по хоккею с мячом. Наверное, в качестве подарка для прекрасной половины нашей республики, первый матч группы «Б» состоится в Сыктывкаре аккурат в международный женский день 8 марта. Как говорится, будет куда сводить вторую половинку. Матчи в группе «Б» завершатся до 13 марта, а команды группы «А» будут биться друг с другом с 27 марта по 3 апреля. Весна в Коми будет по-настоящему спортивная. Предварительно, если не вмешается пандемия или другой форс-мажор, в сильнейшем дивизионе на лед выйдут сборные девяти стран. Следить будете? Следить, конечно, буду. Может, даже схожу на пару матчей. Это мировой же, поэтому интересно, конечно, к республике какое-то внимание. Для республики это большое событие. И как бы событий такого масштаба, наверное, не было в республике Коми. И было бы интересно, наверное, посмотреть на все это со стороны. Как смогут организовать, сколько людей сможет прийти. Ну и вообще в целом, я бы пришел. Если приедем мы с района, если мы здесь будем, мы обязательно зайдем, посмотрим. Столица еще продолжает готовиться к спортивному событию. А в Комитете по проведению Чемпионата мира заверили, что все идет по плану и в установленные сроки. Активно готовятся и команды. 18 хоккеистов сборной уже в Сыктывкаре. Мы находимся на реконструированном республиканском стадионе. Сейчас он соответствует всем международным стандартам. Именно здесь сегодня начала свои тренировки национальная сборная. Буквально на днях они сыграют несколько контрольных матчей с нашим родным строителем. Фанаты и все желающие смогут посетить эти игры. Встречи пройдут на выходных 15 и 16 января. Многие члены сборной впервые выйдут играть на Сыктывкарский лед. Учебно-тренировочный сбор национальной дружины на нашем стадионе продлится до 22 января. Евгений Стокас, Дмитрий Булаев, Юрген.